Школьник из Ялты Дмитрий Бевс в качестве эксперта оценит деятельность Центра инклюзивного образования Крымского федерального университета, где в полном объеме продумана логистика. Я хочу провести экскурсию, показать насколько вот наши возможности соответствуют потребностям таких же ребят, как и ты. С теплым гостеприимством встретили ялтинского школьника, сотрудники ресурсно-учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Крымского федерального университета. В ходе визита Дмитрий, будущий абитуриент, в роли эксперта оценит доступность помещений для образования и жизни студентов. Университет разработал программу и реализует программу создания доступной среды в университете. И благодаря Министерству помощи и финансированию мы имеем замечательные кабинеты, оснащенные системными средствами. У нас есть адаптированные учебные материалы. На одном этаже центра расположены как учебные аудитории, так и жилые корпуса с доступными санузлами и кухней. При планировании учитывали потребности студентов-колясочников. Здесь ребята, которые проживают, у них продукты все здесь в холодильнике, готовят здесь, то есть посуда, все внизу много шкафчиков. Столы невысокие, в умывальнике, когда подъезжаешь, там удобно на коляске, а так заезжать можно, все везде удобно. Главная идея центра – сделать доступным высшее образование не только для местных жителей с инвалидностью, но и привлечь студентов из других регионов Крыма и России. Допустим, ребята, которые не местные, здесь есть вот в этом же на этаже комнаты жилые, то есть можно спокойно приезжать сюда, жить и здесь же обучаться, как бы вообще замечательно. Ну, я условиями очень довольна, я действительно как бы задумалась о том, что это место, где можно дальше учиться и получать высшее образование. В планах у Дмитрия получить высшее психологическое образование, и теперь он точно знает, что в Крымском федеральном университете созданы все условия для обучения людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Виктория Лепеха, Стефания Селезнева, Сергей Мельник, Пресс-служба Крымского федерального университета.